мой дружок пирожок если тебе нужны бабки опыт или все сразу то заходи в мою группу по прокачке сделаем все быстро качественно и недорого прокачка доступна на все платформы как на пк так и на все консоли переходи прямо сейчас и заказывай самую надежную прокачку ссылочка на группу в описании переходи и заказывай дружочки пирожочки всем привет в этом видосе поговорим о новеньком автомобиля бравада gauntlet interceptor по сути своей это тот же самый gauntlet hellfire только в полицейской модификации и у этого автомобиля есть одна большая странность это цена пять с половиной лямов если вы прошли первую подготовительную миссию в налете на куриного папу и 4 ляма с небольшим если же прошли весь налет просто так купить автомобиль не получится и отсюда возникает резонный вопрос а собственно каковы хуя это бричка не то что с конским ценником с буй валовским когда обычный hellfire то есть та же самая гражданская машина стоит всего лишь 745 тысяч долларов ж то что ж покупать или нет дело конечно же ваше сейчас глянем на тюнинг этого автомобиля а после сравним его с обычным hellfire тест будет шальной ибо такие брички в гонке не взять а значит и не протестировать все возможности автомобиль эмпирическим путем зато глянем как полицейский gauntlet едет по прямой в сравнении с гражданской версией и что-то мне подсказывает что результаты будут плюс-минус одинаковые ибо даже если взять тюнинг этого автомобиля он абсолютно такой же даже можно убрать передние или задние огни и фары из новенького тут естественно раскраски разных подразделений полиции а также всякие набалдашники и служебные световые огни ну да если говорить про диски они тут тоже совершенно другие без всякой понтовитости но и убранство внутри чисто под полицейские задачи ноутбук и так далее после я еще одну интересную вещицу покажу в этой бричке в общем с тюнингом определились он оказался максимально примитивный автомобиль получился шакальный в этой расцветке поэтому вернем ему привычный вид для городской полиции ну а теперь отправимся на тест и глянем какой из гунтлетов окажется быстрее и 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 вы и вы наверное сами заметили по уходящим знаком и билбордом что гражданская версия оказалась быстрее этот небольшой промежуток гражданка проехала быстрее более чем на 2 секунды. То есть даже тут полицейская версия обосралась. Сразу скажу что автомобиль мне не понравился. Нет, не внешне. Тут он выглядит заебись. Да такие даже были в трейлере жетая шерсть. Нет, не понравился из-за того как он едет. Автомобиль ощущается очень капризным, с нулевым зацепом, при этом тяжелый, но эта тяжесть неприятная, а какая-то игрушечная. За рулем ты не ощущаешь себя как за рулем настоящего мощного маслкара, и да, еще один минус этого автомобиля, то что он уже не в классе маслкаров, а значит виле на нем сделать не получится. В общем это просто кусок металла, который мчится вперед, не хочет поворачивать, тормозить, да и ускоряться тоже. Весь его крутящий момент уходит на старте в никуда, то есть стартуя, зацеп нулевой, машина просто рвет из-под себя, а толку никакого. Как только зацеп появляется, автомобиль превращается в овощи. Есть еще и плюс, это сирена, но плюс сомнительный, ибо когда ты наваливаешь в потоке, ты примерно знаешь что будут делать боты, тут же кто-то может уйти в сторону как надо, а кто-то просто затормозить. Некоторым вообще похуян на сирену, и они едут как и ехали. Если на трассе, это окей, а вот в городских условиях сирену не всегда резонно включать. Бричка хоть и взрывается от первой же бомбы липучки, все таки полицейский вариант оказался крепким, как бы я его не разносил, отваливались только расходники, двери, капот, багажник. И да, про багажник Рокки тоже не забыли, накидали туда всякой полицейской ебатории. Воспользоваться этим конечно же нельзя, хотя было бы неплохо получить броник и несколько дымовых шашек в арсенал, если подойти к открытому багажнику. В общем автомобиль та прикольный, но не за такие бабки, починить вы его сможете только если заедете в свой гараж, взрывается от одной плюхи, так что если вы ехали в заправку совершенно случайно, то это смерть, к тому же за страховку придется платить фулл прайс, то есть 20 тысяч зеленых. Но если купить скидку в утильце, то стоимость в страховке будет в два раза ниже. По сути своей, этот автомобиль подойдет для ванильных рп-проектов, где нету модов на машины, и там можно продавать такую бричку за любой прайс. А тут что, даже работы полиции нет, хотя можно было бы взять наработки с GTA San Andreas и Weibo, а тут такие же мини-миссии. Роки же додумались перенести только такси в онлайн, к тому же работа эта получилась максимально умелой и однотипной. Что ж, может быть когда-нибудь на закате своей популярности в GTA Online добавят всякую ебаторию с мини-миссиями, а пока что вот так. К тому же эту бричку нельзя брать в миссии, где например нужно добраться куда-то на полицейском автомобиле, то есть в таком случае все равно придется воровать патрульку с улицы. Справедливая цена для этого автомобиля, лямб 200, это прям потолок, учитывая что это просто моделька, на которой нельзя делать какую-то дополнительную активность. А на этом у меня все мои дружочки-пирожочки, надеюсь кто купил, не сильно разочаровался в автомобиле, ибо это тот же Gauntlet Hellfire, только чутка порезанный, а та бричка хоть и быстрая, та еще корова на льду, и все недочеты и своеобразие полицейская машина получила в наследство. В общем приятных вам выходных. Всем бб, всем гг. Субтитры сделал DimaTorzok